Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. Заповедь «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» знают все. Однако люди понимают любовь совершенно по-разному. Мы уверяем себя и других, что умеем любить, но, столкнувшись со злом и несправедливостью, часто даже и не пытаемся сохранить в себе теплые чувства. Настоящая христианская любовь – вершина добродетелей, и стяжать ее совсем непросто. Что такое евангельская любовь? Как научиться находить общий язык друг с другом? Как не осуждать ближнего и первому сказать «прости»? В чем состоит тайна общения? На эти и другие вопросы отвечает книга современного писателя-публициста про ректора Никола-Угрежской духовной семинарии Валерия Николаевича Духанина «Возлюби ближнего твоего. Тайны общения». Она вышла в свет в издательстве Московской Патриархии Русской Православной Церкви в серии «Православие в жизни». Об этой книге – далее в нашей программе. Разговор о любви к ближнему автор книги предваряет следующей притчей. Некогда три инока, не имевшие в сердцах своих любви к ближним, пришли к одному опытному в духовной жизни старцу и стали хвалиться своими делами. Первый сказал «Я выучил наизусть ветхие Новые Заветы, что мне будет за это?» Старец ответил «Воздух ты наполнил словами, а все-таки пользы тебе от твоего труда нет». За первым приступил второй «А я, отче, все священное писание переписал для себя». Старец сказал «И тебе нет пользы». Тогда третий воскликнул «А я, отче, чудеса творю». «И тебе нет пользы», – ответил Старец, «Ибо и ты любовь отогнал от себя». Потом, обратившись ко всем, сказал «Если хотите спастись, имейте ко всем любовь и милости прилежите, и тогда спасетесь». Итак, «Возлюби ближнего твоего, говорит нам Господь». По словам Валерия Духанина, от самого раннего возраста и до последнего вздоха человек находится в тесном общении с другими людьми. Наше воспитание, быт, здоровье, становление в жизни как личностей – все это и многое другое возможно лишь потому, что мы живем здесь, на земле, не одни, что кто-то еще о нас заботится, и что нам дается шанс позаботиться о других. И каждый из нас в сокровенных тайниках своего сердца признается, что есть для нас самые-самые близкие и родные нам люди. Даже расставание с ними не может разрушить близости в сердце, созданной по любви. Герой Николая Васильевича Гоголя Тарас Бульба в своей пламенной и сердечной речи перед решающим боем высказал уникальную истину. «Любит и зверь свое дитя, но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек». Таким образом, среди людей возможно родство, сокровенная близость, душ. Размышляя о человеческом обществе, автор вспоминает опыт воспитания трудных подростков, который величайший педагог XX века Антон Семенович Макаренко описывает в биографической повести «Педагогическая поэма». Как отмечает Валерий Николаевич, собранные в его колонию малолетние преступники поначалу нагло смеялись в лицо самому Макаренко и другим воспитателям. Они выходили каждую ночь на разбой, так что у педагога опускались руки. Но благодаря его любви, терпению, умелому подходу к личности стали преображаться, научились трудиться и в итоге вернулись к нормальной человеческой жизни. И самым страшным наказанием для чрезмерно разбуянившегося колониста было изгнание из коллектива. Только тогда он понимал, что не может один без других. Возвращаясь в коллектив, он оставлял позади свою спесь. По словам автора, святые люди сравнивали человеческое общество с организмом, в котором все члены находятся в глубокой взаимосвязи. Мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. Более того, все наши близкие, друзья и знакомые – не просто случайные спутники жизни. Есть особый божественный промысл о том, что мы с кем-то знакомимся. Это помощники, данные нам от Бога на пути спасения нашей души, пусть даже они сами не святы. Преподобный Зосима Верховский, чувствуя в юности призвание к духовному, никак не решался оставить мир. «Однажды его в печали увидел зять, сам вольнодумец, изменявший сестре Зосимы. Он по-доброму обратился к Зосиме. Хочешь идти в монахи, да не можешь решиться? Если и моя правда, что нет вечной жизни, то ты только то потеряешь, что не поживешь так развратно, как я. Но если же ваша правда, что будет и вечная мука, и вечное блаженство в Царстве Небесном, тогда ты много выиграешь предо мною». Эти слова разрешили все недоумения Зосимы. Так вроде бы погибший человек повлиял на решающий жизненный шаг будущего святого. И в жизни каждого из нас многие значимые события произошли потому, что рядом был человек, который вовремя подсказал, помог, проявил в трудной ситуации личное участие. Подчас такая забота, нежданная, но очень своевременная, обнаруживается в мелочах. И в каждом из нас уже заложена потребность любить других. Любовь – это единственное, что может сплотить людей. Это тот ключ, который отмыкает замок наших взаимоотношений с ближними. Любовь, объединяя людей, приводит к жизненной прочности. Но здесь автор предлагает задуматься. Разве все так идеально, как хочется? Как говорят, Архимед открыл свой закон, погружаясь в ванну. И здесь впервые воскликнул знаменитая Эврика. А мы открываем ноги реалии жизни, погружаясь в кипящие волны мира сего. Автор вспоминает следующий эпизод из своей жизни. Когда мне было лет пять или шесть, я приехала на велосипеде к школе, где училась моя старшая сестра. Прислонил велосипед к стене и пошел внутрь школы. А выйдя, с удивлением обнаружил, что велосипеда нет. У меня не укладывалось в голове. Как это так? Вдруг исчез мой велосипед? Да еще и возле школы, где старшие дети получают высокие знания и приобщаются к недоступной пока для меня мудрости. Приоткрою, что это удивление у меня таки осталось на протяжении всех последующих лет. Как это люди присваивают себе чужое, вредят друг друга, изживают своих близких, а порой даже ликуют, когда у другого человека случилась беда. Но, пишет далее автор, куда большее удивление у меня появилось тогда, когда я стал замечать, что и сам далеко не всегда отношусь к своим ближним с добром и любовью. До этого я считал, что виноваты во всем другие. Я же невинный страдалец. Теперь же понял, что прежде всего я сам несправедлив к другим людям. Отчего же происходят склоки и недопонимания между людьми? Как научиться взаимопониманию? Что значит любить ближнего твоего и кто же, в конце концов, он, наш ближний? На все эти вопросы и отвечает автор данной книги Валерий Духанин. По мнению автора, если с детских лет вы сохранили с кем-либо дружбу и пронесли ее через всю свою жизнь, то вы действительно способны на гармоничное отношение с ближними. Если в общении вы даете только тепло и радость, то вы подлинно подарок для окружающих. Хотя такое, наверное, мы вряд ли можем сказать о себе, «Все-таки всем нам хочется доброты, душевного тепла, любви и ласки». Эта книга раскрывает истинные духовные законы, следование которым поможет по-новому посмотреть на окружающий мир, увидеть в других людях то, чего не замечали раньше. А еще автор напоминает всем нам. Пока есть ближние с их нуждами и скорбями, у нас есть возможность спасти свою душу для вечности. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!